В эфире новости севера. В студии Антон Севастьянов. Здравствуйте. О событиях не смотрите в репортажах наших корреспондентов. Вначале коротко о главных темах. 18 миллионов и ставили за 5 лет. Районные власти и местные жители будут искать, чьи грузовики испортили дорогу между Сатоминой и Горным. 5 штрафов сразу одному нарушителю. Водители и пешеходы в Сургутском районе упорно не соблюдают правила дорожного движения. Кадровый дефицит в армии восполнят за счет новообретенных граждан. В Минобороны придумали, как справиться с постоянным недобором призывников. И без коммуникабельности, опыта и выдержки не обойтись. Педагог из Белаярской школы готовится к окружному конкурсу Учитель года. Сегодня в Сургуте открыли спортивные сооружения из разряда быстровозводимых. Несколько таких объектов в текущем году собираются построить и в Сургутском районе. Их открытие запланировано в рамках празднования 90-летия муниципалитета. Сооружение возвели во дворе 38-й школы города. По сути, это большой спортивный зал, оснащенный двумя площадками для соревнований, крытый металлическими панелями. На строительство такого объекта необходимо максимум три месяца. Но его исполнение мало чем отличается от капитального, считает подрядчик. Здесь смогут заниматься спортом не только учащиеся этой школы, но и их сверстники со всего микрорайона. Это уже второй спортивный объект в городе из числа быстровозводимых. Еще два сейчас строят. И все при школах. В Сургутском районе в году, посвященном юбилею, планируют завершить строительство двух крупных сооружений. Спортивный центр в Нижнесартымском, с бассейном, универсальным залом и крытым катком. А также второй очереди спорткомплекса «Витязь» в Белом Юру. В нем откроется актовый зал и библиотека. Быстровозводимые объекты власти также намерены строить. Сейчас решается, какие и где. Для одного из них даже найден инвестор. Бизнесмен сам предложил деньги для строительства с условием, чтобы на объекте была размещена информация о спонсоре, расценивая это как фьючерсное вложение средств. Непредвиденные расходы. 95 миллионов рублей в этом году пойдут из бюджета округа и района на ремонт дорог общего пользования. Средства направят на работу для реконструкции и организации автобусного движения в поселениях. Но из-за возникшей необходимости ремонта дороги между Сытоминой и Горным, финансовые потоки придется корректировать. Местные жители уверены, трассу разбили неизвестно, чьи грузовики. В нескольких поселениях Сургутского района транспортное сообщение возможно только по зимнику. Дороги расположены в болотистой местности, так что летом и в межсезонье возможности передвигаться на автомобилях местное население не имеет. Несколько лет назад районные власти построили дорогу между Сытомина и Горным. Отсыпали болото, обустроили водоотведение и покрыли трассу щебнем. В лишние синие двери проезжать вообще невозможно. А теперь еще не втяните, они продавят эту дорогу. Это словами не передать. Как рассказывают местные жители, в период распутицы проехать по этой дороге значит угробить транспорт. Лужи длиной до двух километров, а содержать в порядке трассу некому. В марте вместе у нас Дума, давайте примем корректировку бюджета, где выделим определенные средства для восстановления данной дороги. То есть вот два момента мы сейчас записываем протокол. Комитету жилищно-коммунального хозяйства и транспорта совместно с Управлением внутренних дел также поручено установить контроль над передвижением по этой дороге большегрузного тяжеловесного транспорта, разрушающего имеющееся дорожное полотно. Если будем фиксировать и оформлять переезд по данным дорогам вот этих большегрузного транспорта, мы можем абсолютно законно предъявить претензии. Не просто так, а вот вроде кто-то поехал. То есть нам предстоит провести достаточно такую сложную работу по фиксации этого дела, и тогда мы можем предложить нефтяникам принять участие в восстановлении данной дороги. Стоит отметить, 5 лет назад на строительство 40 километров дороги между Сютомино и Горным из бюджета Сургутского района было затрачено 18 миллионов рублей. Оксана Ярославцева, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север». И водители, и пешеходы в районе не соблюдают правила. Автоинспекторы сейчас проводят сразу несколько рейдов по пресечению разного рода нарушений и выявляют их сотнями каждые сутки. В Белом Яру к полицейским присоединилась наша съемочная группа. Айбек Расманович, значит, вы, подъезжая к пешеходному переходу, видели, что ребенок хотел перейти дорогу? Почему не представили преимущество права? Водитель «Белой десятки», остановленный инспекторами около школы в Белом Яру, аргументировал свои действия тем, что ребенок еще не начал переходить дорогу. Но инспектор был неумолим и выписал нарушителю штраф в тысячу рублей. Полицейские сетуют, и водители, и пешеходы не уважают друг друга и пренебрегают правилами дорожного движения. Только за сутки в поселке составили 4 протокола на первых и 12 на вторых. Всего в 2012 году произошло 31 дорожно-транспортное происшествие с участием пешеходов, в которых 7 человек погибло и 30 человек было травмировано. Для сравнения, по вине самих пешеходов произошло 13 дорожно-транспортных происшествий. Пешеходы не обучаются правилам дорожного движения нигде. Но в настоящее время хорошо, что в правоучебную программу это включили. И касается пренебрежения практически всех статей правил. Например, перевозки детей в специальных удерживающих креслах. Ну я говорю, только посадил его. Ну давайте сразу заплатим. Я только его взял с ребенка, но я не могу же его бросить. Я его не ввожу постоянно. Вот с магазина взял, везу и все. Но больше остальных распространены лихачества и нежелание пристегиваться ремнями безопасности. Последние как в личном, так и в общественном транспорте. Автоинспекторы неустанно призывают граждан к сознательности. Сделать тоже замечание тому же водителю маршрутного такси, который превышает скорость, который обгоняет транспортные средства с нарушением требований правил, который перестраивается на перекрестках с нарушением требований правил, ближний свет фар не включает и тому подобное. То есть резко трогается, но, к сожалению, мало кто на сегодняшний день способен сделать такое замечание. Среди нарушителей немало и рецидивистов. Замком взвода ДПС районной автоинспекции Александр Шабанас рассказывает, однажды водителя пришлось оштрафовать по пяти статьям сразу. Допустим, я человека сегодня остановил, например, работаю в день, выявил у него там несколько нарушений, за что-то его оштрафовал, указал ему, что вот у вас, например, отсутствуют брызговички, заднее защитное устройство. Ага, заступая завтра в ночную смену, опять же останавливаю, допустим, его за невключенный свет фар или там за какое-то другое нарушение. И опять говорю, вот я же вам вчера указывал, что у вас отсутствует защитное устройство. Он да, указал. Я говорю, почему не исправить? Ну и, соответственно, я его уже привлекаю к ответственности за нарушение. Руководство районной автоинспекции поделилось планами. Ввиду такого поведения граждан на дорогах рейды под названием «Водитель», «Ремень безопасности», «Скорость», «Пешеход» теперь будут проводить не менее шести раз в год. Кроме них обязательно организуют разовые спецмероприятия по поимке нарушителей разного рода. Елена Малышкина, Оксана Ярославцева, Игорь Батищев, телерадиокомпания «Север». Дмитрий Медведев отказался отменять в России летнее время. Зимнее время возвращать не планируется, объявил премьер-министр накануне на заседании правительства. Напомню, Медведев, будучи президентом, инициировал введение в стране режима «Вечного лета». Далее цитата. «Однозначных подходов нет, это доказано опросами. Именно поэтому правительство считает очередную корректировку в текущий период нецелесообразной. Поэтому давайте без лишней суеты поживем в этих условиях», — приводит слова главы правительства Интерфакс. Кадровый дефицит в армии восполнят за счет новообретенных граждан. В Минобороне придумали, как справиться с постоянным недобором призывников. В ведомстве разработали законопроект, согласно которому войска станут призывать бывших иностранцев, получивших российское гражданство, передает Ирбакадейли. В минувший четверг законопроект одобрило правительство. Сейчас для таких людей, уже отдавших долг прежней родине, существует освобождение от повторного призыва. Однако если законопроект примут, оно будет действовать лишь в отношении граждан тех стран, с которыми у России заключены соответствующие договоры. В настоящее время это только Таджикистан и Туркменистан. А российские авиакомпании через полгода смогут набирать пилотов-гастарбайтеров, сообщил замминистра транспорта Валерий Оклов. У ведомства уже имеется договоренность с профсоюзами. Свои предложения министерство внесет в Госдуму на рассмотрение. Авиакомпании предложили разрешить прием на работу иностранных пилотов из-за кадрового голода. По данным Минтранса, ежегодный дефицит летного состава в России составляет около 800 человек. Педагог из первой Белоярской школы Елена Тарас готовится к окружному конкурсу «Учитель года». В конце марта победительница его районного этапа поедет в Ханты-Мансийск на отборочный тур финала. Испытание Елене Тарас предстоит не из легких. И пройти его педагог может лишь обладая хорошей коммуникабельностью, опытом, выдержкой и умением работать в меняющихся условиях. На окружном этапе конкурсантам предстоит провести несколько классных часов и открытых уроков со школьниками, родителями. А тему для занятия по условиям сообщают перед самым его началом. Когда нужно в одну секунду вдруг резко поменять что-то даже в том же уроке подготовленном, понимая, что на тебя смотрят не только твои ученики, на тебя смотрят жюри, тебя оценивают, это очень сложно. И умение отрешиться от всего постороннего, того, что не касается урока, непосредственно моего общения с детьми, этому нужно учиться. Елена Тарас преподает английский, русский языки и литературу. Ей также необходимо будет представить жюри и домашние заготовки по этим предметам – проекты по повышению качества обучения школьников. Но опытные конкурсанты считают это все-таки проще. Коллега Елена Тарас, Татьяна Антипова, участвовала раньше в окружном конкурсе «Учитель года». Она знает, как сложно не оплошать на открытых занятиях. Ситуация может быть такова, что дети не смогут, скажем, овладеть тем объемом знаний, который будет подготовлен ею и на который она будет рассчитывать. Ему, конечно, не нужно быть готовым ко всем этим ситуациям, ну и верить в себя. Но коллеги не сомневаются, необходимый настрой у нее будет. Все необходимые качества у представителя Белоярской школы есть. Кроме того, педагогика у Елены Тарас, что называется, в крови. И преподаватель она потомственный. Родители учили детей математики и физики. А конкурс в ее представлении – этап, который обязательно нужно пройти. Понимала, что эта вершина, вот она стоит передо мной, и мне нужно пройти этот путь в любом случае. Сначала может быть даже какое-то чувство, ну вот безысходность, то есть да, я должна пройти. Но когда я поучаствовала в этом конкурсе, я стала понимать, что конкурс действительно открывает новые возможности самопознать самого себя. В то же время и у своего руководства конкурсанты на особом счету. Мы уже видим, что это человек смелый, да, что это человек, который может решать что-то, что это человек может какие-то там выдвигать какие-то проблемы и так далее. Я, кстати, тоже участвовал в самом первом конкурсе «Учитель года». То есть вот он, в принципе, как бы, да, люди, которые вот заявляются, это вот для них хорошо. Это, на самом деле, и карьерный рост уже в том числе. В переводе на русский это означает «почему тебе нравится ходить в школу?». На познании самих себя в немалой части Елена Тарас строит и обучение школьников. По новой российской образовательной доктрии прививает ученикам самостоятельность. Вот мы же с вами учились, мы, правда, редко отвечали на вопросы вообще, а для чего все это, правда? Редко, и учителя редко нам, ну надо и надо, вот так было. Вот для чего, как в жизни. Не конкретно вот этот пример, а вот способ решения этого примера, как тебе пригодится. На вопрос «идти или нет в школу» семиклассники на уроке Елены Тарас дружно ответили «пойдут». А это все же главная оценка работы учителя. Анна Степанова, Оксана Ярославцева, Матвей Ященко, Сергей Бритвин, телерадиокомпания «Север». И последнее. Губернатор Югры Наталья Комарова сегодня посетила Сургут и Сургутский район. Руководитель региона побывала в Таурово и Каюково и провела встречи с жителями этих поселений. А в Сургуте совещание, посвященное развитию науки и инноваций в округе. Материал о визите губернатора смотрите в следующих выпусках новостей «Севера». У меня вся информация. Далее смотрите прогноз погоды. Телефон редакции новостей 43-22-57. Благодарю за внимание. Удачных выходных. Салон «Мехов Греция». Неизменно для вас. Все самое лучшее. Стиль, дизайн, безупречные лекала от итальянских и греческих мастеров. Роскошная коллекция шуб из меха норки, пальто из каракульчи, стильные жилетки из меха лисы и норки, итальянские пуховики. Салон «Мехов Греция». Идеальное соотношение цены и качества. Город Зургут, университетская 7, Ленина 16. Прогноз погоды представляет салон «Мехов Греция». Неизменно для вас все самое лучшее. Новинки меховой одежды из норки лисы каракульчи. Салон «Мехов Греция». Идеальное соотношение цены и качества. В предстоящую субботу синоптическая ситуация в Югре обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, сопровождаемого плотной облачностью, осыпающейся небольшим снегом. Днем по округу облачно-небольшой снег, температура воздуха от минус 4 на западе до минус 18 на востоке. В Сыргуте и окрестностях облачно-небольшой снег, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха минус 4,7, в окрестностях города 4,9 ниже нуля. 9 февраля солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неусойчивое. Атмосферное давление будет падать и составит 767 миллиметров ртутного столба. Субтитры создавал DimaTorzok